Девушки отдыхают Наплевать, наплевать, надоело воевать В 1971 году репертуар застольной песни на территории всего СССР заметно пополнился И стар и млад распевали Я приду и тебе обойму Любители лирики тут же подхватили А песню «Ходят кони» затягивали, когда на сердце становилось грустно или жалостливо Все это случилось после премьеры фильма «Бумбараш» Успех «Бумбараша» прежде всего мы обязаны Киму и Дашкевичу Ким, стихи и музыка Дашкевича определили сразу стилистику фильма Я вообще могу насчитать до 25 главных ролей Но кто о них слышал и кто знает, все знают? А, «Бумбараш»! А, «Бумбараш»! Главный герой фильма «Бумбараш» возвращается из австрийского плена после Первой мировой Но в родном селе ему никто не рад Потому что считали его погибшим, а потому продали коня и телегу А невесту Варю отдали за другого А сам «Бумбараш» воевать не хочет ни за красных, ни за белых Он хочет растить хлеб и жить со своей драгоценной Варварой Слава тебе, Господи, дно стрелять до свети Для своей, для милушки, чуток оставлю силушки После первого показа «Бумбараша» Центральное телевидение завалили письмами с просьбой повторить фильм Но повторного показа не последовало Зрители недоумевали, в чем же дело? Ведь никакой откровенной крамолы в картине нет Много песен, музыки, приключений Но фильм еще долгие годы не появлялся в программе Он действительно, действительно постоянно попадает в зону сомнения начальства Не то чтобы неприятия, а в зону сомнения А нужны ли нашей молодежи сегодня песни про... И смотреть про солдата, который говорит, что он не хочет воевать И вообще не хочет воевать ни за кого Ни за тех, ни против этих, а вообще не хочет воевать Отвоевался я, Яша Тебя хоть раз контузило В шеи ты в окопах кормил С голой задницей над штыками качался В болоте по уши тонул Из парабелов тебя пуляли С кахавой на подносе В начале 70-х фильмы о гражданской войне были одними из ведущих в репертуаре кинотеатров Пафос этих картин состоял в отстаивании идеалов революции И воспевании подвига красноармейцев И эти каноны были незыблемы Если вдруг режиссеры пытались отойти от общепринятых норм в изображении революционных событий То, как правило, фильм отправляли на полку Известно, что такие фильмы, как «Ангел» режиссера Смирнова «Комиссар» Аскольдова Или «Интервенция» полоки Пролежали на полке больше 20 лет Ну и здесь есть большевики За ними охотятся За голову большевика, например, обещано 10 тысяч Ничего себе! Хотелось бы увидеть живого большевика В 1971 году такая же судьба могла ожидать и фильм «Бумбараж» Ну здесь, конечно, совершенно необычное Для тех времен просто революционный подход Ко всем этим событиям Постреволюционным, вот этих гражданских войн Удивительно, что тогда это все не порезали в клочки И не разметали по ветру Всего год прошел с тех пор, как страна с размахом отпраздновала Столетие со дня рождения Владимира Ленина Основателя социалистического государства Рабочие колхозники, школьники и интеллигенция Рапортовали о своих достижениях в связи с масштабным событием Дома городов и поселков необъятной страны Были увешаны транспарантами с магической цифрой 100 Инерция юбилея работала и год спустя И вдруг появляется картина, в которой главный герой отказывается воевать вообще за кого-нибудь В том числе и за красных Директор Киевской киностудии был раздосадован Что в обверенном ему ведомстве снимается фильм Явно не соответствующий основной идеологической линии На худсовете один человек, который, я не буду называть его фамилией Он по-прежнему в фаворе здесь, доктор наук и так далее Он сказал так Вы взялись снимать фильм о гражданской войне А что такое фильм о гражданской войне? Это Чапаев, да? То есть он хотел сказать, что если ты берешь такую тему Ты должен придерживаться канона А у Бараши не было никакого канона И тем более привычного канона И это, естественно, вызывало подозрение Тучи над фильмом сгустились, когда отснятый материал показали художественному совету киностудии Было принято постановление, там был целый ряд пунктов Пятый пункт, я запомнил на всю жизнь Глумление над идеалами революции Я был снимать с картины Там можно было придраться, понимаете, какая штука Что за красный командир? А что вы хотели сказать этим? И так далее Засылся, что там по таким пустякам были придерки За поддержкой создатели картины обратились к своим коллегам Художественной интеллигенции Но реакция была удручающей Мы показали этот фильм в доме композитора Композиторы устроили Рошееву и мне просто в Варфоломеевскую ночь Сказали, что и это антисоветский фильм, что это безобразие Даже доброжелатели из лучших соображений советовали перемонтировать фильм Потому что смущало многое Идет монтаж тех мест, где проходило житие нашего героя И эти все места почти кладбищенские То в пустынном поле стоит коляска, в которой ездила Катька, бандитка Там еще какая-то хата опустевшая, где проходили красные части Опустевшие места его жизни И они читались, конечно, как опустевшие места жизни вообще К чему приводит братоубийственная война, где виноваты все и правых нет В узких кругах было известно, что под псевдонимом Юлий Михайлов Поэта, написавшего слова к песням фильма, скрывается поэт Юлий Ким В тот период, в начале 70-х, он был персоной Нонграта В 65-69 годах я принял посильное и краткое участие в правозащитном нашем движении Которое потом получило название диссидентское движение Это было время, когда наша интеллигенция все-таки сбунтовалась Против гнета идеологической цензуры И этому способствовали всякие глупости советского режима Или глупости, это мало сказать, конечно, гадость, конечно, советского режима Процесс Бродского, процесс Синяшского Даниэля Аресты и суды за то, что человек прочел служеница Это, правда, попозже было За то, что человек послушал Галича или послушал радио Западное Это все, от этого все повеяло таким 37-м годом, что народ сбунтовался Это было время, когда происходило массовое распространение материалов сам издата антисталинской направленности Наибольшую известность получили в эти годы романы Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус» В КГБ меня тоже таскали, только за то, что я буквально в какой-то компании сказала Надо же, вот я все Солженицына прочитала, кроме одного дня Ивана Денисовича То, что было напечатано, значит, я читала всю эту То, что подпольным проходило И в КГБ И там это было жутенькое ощущение Хотя это было так ласково, все По-дружески и замечательно Когда я ехала после этой встречи домой в троллейбусе Я чувствовала, что как будто из-за меня душу вынули По рукам ходили мемуары о лагерях и тюрьмах сталинской эпохи Интеллигенция и правозащитники все еще писали письма с надеждой образумить власти Петр Якир, сын советского военачальника, репрессированного в 30-е годы И историк Рой Медведев написали в журнал «Коммунист» статью Которая содержала перечень преступлений Сталина Петр Якир был на крючке у КГБ А Юлий Ким был женат на его дочери, Ирине Якир Их квартира была штабом, куда вся эта информация стекалась То есть к ним постоянно приходили люди Рассказывали, кого забрали, у кого конфисковали Какие-то, скажем, произведения Пастернака или Булгакова или еще что-нибудь Юлик находился в опасной близости от всей этой компании И уже тогда было ясно и ему, и нам Что его участие в кинофильме будет не очень простым За квартирой Дашкевича, в которой композитор работал вместе с поэтом, установили наружное наблюдение Каждые четыре часа менялась черная молда Как-то, я помню, к нам в квартиру зашел человек, назвавшийся настройщиком И по его поведению было ясно, что он рояля вообще никогда не видел И кроме того, когда я стал узнавать Вызывал ли настройщик, а этот инструмент был прокатный Цех проката музыкальных инструментов Нам сказали, что никакого настройщика они не посылали Очевидно, они ставили жучка Чтобы продолжать работу, поэту и композитору пришлось уехать под Киев Где проходили съемки фильма Но на киевской киностудии прекрасно знали Что у Кима репутация крайне неблагонадежного человека Это создавало дополнительные трудности А на Украине местные цензоры отличались куда большим рвением Чем их коллеги в других республиках Я люблю повторять, мазэ Махикмета Если в Москве предлагается стричь ногти То на Украине на всякий случай рубят пальцы Такое было время А время какое смутное И чем все это кончится, никто пока не знает Ни ты не знаешь, ни я не знаю, и никто не знает По Киеву пополз слух, что Рошеев снимает чуть ли не антисоветский фильм Опасаясь предполагаемых неприятностей На киностудии против режиссера состряпали обвинения Но уже якобы от имени съемочной группы К счастью, в силу невероятного стечения обстоятельств Телеграмма попала в руки актера Валерия Золотухина В телеграмме значилось За непристойное, хамское поведение, обращение С группой Режиссер Рошеев отстраняется Дословно не помню, но в общем Отстраняется от От фильма Не в тебя я стреляю А во вредное нашему делу донесение Нет! 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 Решение к Валерию Золотухину пришло мгновенно Отстоять режиссера, собрав подписи всей съемочной группы Я сочинил Телеграмму Генеральную дирекцию киностудии Миндоржен Что в случае отстранения режиссера Рошеева от фильма Мы прекращаем работу Почему-то я помню выходной день, шел дождь И я так в плаще ходил и собирал эти подписи А их нужно было собрать И не только у артистов, но и у съемочной группы Я эту телеграмму дал И через два дня, через день даже Я получил ответ Ваша просьба учтена Мнение учтено Режиссер Рошеев Продолжает работу И так далее, и так далее Я ему об этом сказал после После фильма В 1968 году Фильм «Интервенция», в котором Валерий Золотухин Исполнил одну из главных ролей Положили на полку И вот три года спустя Над картиной, где снимался актер Снова нависла угроза Артист очень переживал из-за неприятностей с фильмом И кто знает Если бы не инициатива Золотухина Увидел бы свет бомбараж Или нет Да я же свой, не видишь разве? Наоборот От бандитов пострадавших Известно, что Валерий Золотухин Родом из алтайской деревни Может быть поэтому Народный и даже фольклорный характер Ему удалось воссоздать С большой мерой подлинности Мне было Грело мое воображение И душу Что Я играл Деда Федосея Которого я не знал Это отец моей мамы Матрёна Федосеевна Который воевал на первой германской И так далее И вот его Ведь по сути Бомбараж это житие Житие Вот такого персонажа Он для такой роли Напитался Настоящими подлинными корнями Русской жизни С самого рождения И когда он поет И голос у него Голос у него Такой, как у человека Который поет Не на театральной сцене А поет из народа А вот я на фронте был Ох ты боже мой И летал германцу в тыл Ох ты боже мой Для военных Для целей Посылают Кто ловчей Вот меня туда и послали Сегодня уже трудно Представить кого-то На месте Актера Золотухина В этой роли Тогда как у режиссера Рошеева Были совершенно другие планы Актер Михаил Кононов После своих звездных ролей Был претендентом номер один И студийный худсовет Кандидатуру Кононова Тоже одобрил Что-то меня не устраивало Это было немножко Слишком нормально Слишком ожидаемо Вот симпатичный Крестьянский парень Немножко уволен И все Хотелось некоторого отклонения Да и сам Валерий Золотухин Не помышлял о гайдаровском персонаже В театре на Таганке У него уже были Серьезные и большие роли И в это время Я получаю приглашение Или так предложение Бубара Несерьезная Картина Несерьезные сценарии Детский дурац Киевская студия Довжин Ну и я поехал Я поехал Приехал В несерьезном тоже Состоянии Так Я поехал гармошку И он нам спел Какую-то там Песню Российско-алтайскую Скажем И в этот момент Я увидел перед собой Бубара Я конечно не стерпел Эх ты боже мой Беру немца на прицел Ух ты боже мой Ты чего ж Я дрен на пуш Без земли какову бьешь Ты чего я дрен на пуш Без земли какову бьешь Уходи Михаилу Кононову пришлось отказать Для Кононова это был удар Актер был на пике славы И никак не ожидал Что его снимут с роли Он меня Он меня до конца Не мог простить А я ему не мог объяснить Да даже если сейчас Вы меня спросите Почему я предпочел Золотухина Кононова Вот и богу не могу сказать Это примерно так А чего ты его любишь Он такой рыжий Бумбараж стал для Валерия Золотухина Своеобразным реваншем Снимался отчаянно Не щадя себя Иногда рискуя собственной жизнью Поехали ваше благородие Отдать концы Это же ведь комбинированный съем Шарта ведь Стрела Крана Ну поднялся Пьяный этот самый Крановщик Ветер был такой Ведь там надо было Угол съемки выбрать такой Чтобы небо было И чтобы это Посторонних предметов Не было в кадре И надо На уклон его поставили А он был выпавший И весь кран завалился Я успел выпрыгнуть Из этой корзины А так бы Не досчитались мы Артисты Золотухина Где орудия Где орудия Орудия где Холодно было Он же там Под штаник И в этом самом Там Дамские колготки На него напяли Чтобы согреть Я говорю Ну давай Он же сбрасывает Если помните Ботинки Чтобы облегчить Чтобы шар пошел Я говорю Давай ботинки не сбрасим Нет он говорит Вы снизу будете снимать Должны быть босые ноги Это важно Это беззащитность какая-то Очень хорошо чувствовал И Мы его потом долго оттерали Во время съемок То и дело Возникали непредвиденные обстоятельства Хоть и не безобидные Но спустя 30 с лишним лет Актер вспоминает о них с юмором Бумбараш Когда в сене прячется На сеноване Там Ну так сказать И проползает Там И появляется неожиданно А там Когда разрыли Потом оказалось Змеиное гнездо То есть я ползал Мимо змеек Ты чего Галяком Да это так Мать штаны реквизировала Зачем? Ну говорит Что я буду бегать Скажу Где вы? В колодце сидел сам Да Холодная же вода Холодная Ну Ну это Это же Так сказать Ну как Это же Профессия Ну Взялся заглушен Не говоришь Что не идешь Тогда еще Даже не было Этих Гидрокостюмов Все было Так сказать Натурально Но для согрева Потом как Нет Этим не согренишься Уж Но вида Ах ты Ах ты Его характер дался актеру совсем непросто. Вопреки сценарному замыслу, он стремился придать своему герою житейские черты. В исполнении Золотухина Бумбараж скорее мученик, страдающий от ужаса гражданской войны и тем самым невольно ее осуждает. В 1971 году это было решение смелое, если не сказать опасное. Нашлась ему маска такая, страдальца, если помните, это нежная рубаха, как рубище. И вообще, когда мы с ним общались, там на площадке, входили в сторонку, мы вспоминали Евангелие, житие там и так далее. Это такое хождение по свету. Так сказать, религиозная подкладка имела значение для наших с ним разговоров. Хотя это мы пытались сделать в тайне, потому что тогда все религиозные стимулы, как вы понимаете, мягко говоря, не приветствовались. В Бумбараже есть вещи личные, которые мне удалось протащить. И меня это спасает. Когда он косит, идет... Я думал, что это мой дед. Когда он на могиле у Яшки говорит, сколь раз увижу, столь раз убью. Сколь раз увижу. Я не знаю, откуда это я спер эту фразу. Я посчитаю за тебя. Сколь раз увижу, столь раз убью. Сколь раз увижу, столь раз убью. Я посчитаю за тебя, Яшка. Этот куст, когда он молитву читает, отче наш Ежесиный Небеседа, когда Яшку убивают. Это все вещи личные, привнесенные. Я так прелестно и бесподобно. Я, как известно, для всех удобно. Я, как известно, я так хочу. Доброю вместе, поду и на свечу. Вот я всегда смотрю, думаю, как же вот такой мальчик из далекой-далекой Сибири, из деревни, там где-то по детству своему, как он отрывается, вот эта история в кусте, когда он сидит, а вокруг вот этот хоровод страшный, такой смертельный хоровод этих врагов, бандитов, вот, а он молится. Как он отделяется, абсолютно он отделяется. Это и не бомбараж, и в достаточной мере даже и не Валерий Сергеевич. Это вот нечто. Это нечто высокое, что как бы Господь Бог дает. Вот ему дал Господь. Характер героя и его отношение к происходящему выразились и через песню, полную грусти и тоски. Я очень люблю «Ходят кони над рекой». Она вообще трагическая какая-то. Вот и прыгнул конь булами с этой круче окаянной. Синяя река больно глубока. Позднее песню «Ходят кони» зрители воспринимали как народную, что было для композитора Дашкевича и поэта Кима наивысшей похвалой. Пронзительность интонации шла и от личных впечатлений авторов, натерпевшихся от всевидящих спецслужб. Мы жили в гостинице, недалеко от места съемок, недалеко, стало быть, от Днепра. Мы жили вдвоем с Дашкевичем в одном таком узком пенале. И Дашкевич напротив меня спал на кровати на своей, а я сидел на своей напротив него. Передо мной стояла табуретка, на ней машинка, и я печатал этих самых коней. Я с дороги так слегка устал, лег на кровати, заснул, а Юлик вытащил портативную машинку и чего-то начал стучать над моим ухом. 20 минут он стучал, потом он меня растормошил и прочел, точнее пропел на мотив «Ревет Айстогни Днепр Широкий», поскольку это было уже на Украине, и его артистическая натура на это откликнулась, он пропел мне песню «Ходят кони». «Ревет Айстогни», и я его что-то в этом плане запел, «Ходят кони над рекою». Вот что-то на две октавы, как завыл перед Дашкевичем на псевдо-украинский мотив, а он послушал, еще глаза не успев продарить от сна, сказал, нет-нет, здесь все должно быть на трех нотах. Вынул свой нотный блокнот, и на моих глазах эти ноты написал в течение пяти минут. С тех пор он не исправил ей ни одной. Тут же она была готова, эта песня. Я даже так, мне было даже немножко завидно, ну что ж, я полчаса потратил, а он пять минут на создание этого шедевра. В фильме «Бумбараш» почти у каждого героя есть свой сольный номер. Актер Александр Хачинский, сыгравший цыгана Яшку, запомнился зрителям прежде всего исполнением знаменитого романца. Первый вариант романца значительно отличался от того, каким мы слышим его в фильме. Юлий Ким увидел в сценарии совсем другого героя. Я еще не знал, что эта песня поэта «Левка цыган». Я видел «Левка» сценарий, и я решил, что это одесский «Левка», то есть еврейский молодой человек, что это его быт песня. И как-то Володя тоже, так, Дашкевич, тоже воспринял, что это скорее одесский «Левка», нежели цыганский. И поэтому я первый набросок его запел, был такой. Как странно нам живется в этом мире, еще вчера ты пил свой кофе на квартире, а завтра тоже собирался что-то лопать, но сегодня кусай себя за локоть. Но жизнь – это жизнь, тем не менее, хоть тесно в ее жестокой жмене, но если приглядеться постараться, ты увидишь, есть куда податься. Журавель по нему летит, корабель по морению. Журавель уже был написан. А вот видите, поэтому запевает, конечно, «Чистая Одесса». Но потом Росеев, кажется, сказал, ребята, все-таки легкий у нас цыган, а не одессит. И тогда уже, как за меня матушка, все просила Бога. Хотя Саша Хачинский, который сыграл этого цыгана, мог бы сыграть и Одессу тоже. Актер Александр Хачинский рано ушел из жизни. Но когда он был жив в Ленинграде, он был очень популярен. И не только как ведущий актер ленинградского тюза, но и как исполнитель, как певец и музыкант. Он был замечательный, Барт. Просто от Бога. Вот Барт по мастерству, приближающийся к таким шансонье, как Брэлли Брасанс. Он и пел, используя их манеру, и он был очень выразительный. И мне кажется, что он спел эту песню просто потрясающе. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Для персонажа Варьки тоже был написан свой сольный номер. Но актриса Наталья Дмитриева и в свои молодые годы была очень требовательна к отбору материала, и ее номер не вошел в картину. Я виноват. Вообще всегда виноват и режиссер. Я виноват, потому что он был такой... Вот она пела там про ромашку, загадаю, любит ли меня бомбарашка, что-то вот такое было. Было в этом нечто такое стрекозино-политаистое такое, и так далее, и так далее. И я не нашел какой-то внутренней сути для нее. Была очень простенькая такая песенка, и она должна была отдельно сниматься. Как-то это звучало так. Пойду гляну на луга, на тенистые стога, а сарыву ромашку, вспомню бомбарашку, а ли любит, а ли не любит. И вот такая простенькая-простенькая. Ну вот на фоне каких-то стогов. И вот мне все это так... Мне не особо нравилась эта песня. Ну и действительно, вы слышите, что ее бы народ не запел. Хрупкой девушке во время съемок пришлось терпеть лишения почти такие же, как и ее экранной героини. Снималась Наталья без дублерши, а поэтому последствия съемок сказывались еще долго. Скачка на лошади, когда вот вися сзади, нужно было обрезать эту подпругу. Почему мы падаем? Потому что она подрезает эту ремешки, и поэтому седло сваливается, и они скатываются в это ущелье. Вот это была гораздо более сложная съемка, и тоже без всяких никаких лонжей, никакой страховки. И очень неприятно трястись вот на крупе лошадиное. Стой! Баря! Когда мы катились с этого обрыва, несколько дублей, так, залихватски, а потом вот я лежала просто на этом песке, на сыром, на холодном, и снимали, снимали Юру, как он стреляет. Он смотрит на бомбараша, и вот так стреляет. Причем у меня был пыш, естественно, не заряженный, но какой-то пыш. У меня все было, плечо простреляно этими бумажками горячими, я не знаю, что там такое пыш. Пыжа находится. И долго лежать пришлось, сколько-то дублей на этой земле, и потом мне дали, чтобы человек не заболел. Что дают ему? Ему дают вот что-то выпить. А поскольку я совершенно не умеющая этого делать, я до сих пор не пьющий воробийник. Вот и мне... Давай, пей. Даже не объяснили, что-то. Это же как-то нужно было там что-то выдохнуть, потом вдохнуть. Или там вначале вдохнуть, потом выдохнуть. Ой, это было ужас. Когда Гаврила видит, что бомбараш его настиг, и в таком состоянии, он стреляет в Варьку. И над убитой Варькой они сидят, поют. Этот финал, он решил очень многое. А в общем-то, это финал Достоевского. Ну, такой трагедийный. Да, конечно. Это Достоевский, это Рогожин и князь Мышкин над телом Астасии Филиппова. Трагичность происходящего в фильме подчеркнута характером местности. Пустынные пространства, заброшенные одинокие хутора. Все это режиссер фильма Николай Рошеев нашел вместе с художником Романом Адамовичем в городе Канев под Киевом. Трудно было найти место, где не то, что нет там примет цивилизации, там, я не знаю, каких-то там высоковольных электролиний, там, дорог и так далее. Мне хотелось чистое пространство, где нет, не загрязнено, но кадр не загрязнен всякими элементами и так далее, и так далее. И вот, буквально накануне заполнения водохранилища Каневской ГЭС, там все вывезли, там, снесли. Но там это была чистая, чистая поверхность. Совершенно случайно по стечению обстоятельств, которые кажутся символичными, именно в Каневе погиб и создатель Бумбараша, писатель Аркадий Гайдар. На узкоколейке, где вот эта кукушка, вот этот паровозик идет, и Бумбараш поет «Наблевать, наблевать, надоело выевать». И вот, ну, конечно, записана фонограмма, я пою под фонограмму «Наблевать, наблевать, надоело выевать», этот паровозик идет, и вдруг, значит, у какого-то там столба, я же об этом не знал, машинист дает такой ошеломляющий протяжный гудок, крев такой паровоза. Я даже обалдел просто, потому что ни фонограмму никакой не слышно, ничего. Оказывается, паровоз наш шел мимо, потом же он снова назад откатывался, дублей-то бесконечное количество было. Первая могила Гайдара. Первая могила Гайдара. Он на этой насыпи погиб, был убит. И здесь было его первое захоронение. Вы можете себе представить мое состояние? Там Бумбараш, и Бумбараш едет мимо могилы своего создателя. И слезы, и спазмы, и все, что угодно. Но просто я даже сейчас вспоминаю эту мурашку. Бегает. Наплевать, наплевать, Надоело воевать, Ничего не знаю, Моя хата с краю. После двух месяцев работы материал отправили на отсмотр. И вот тут оператор и режиссер испытали настоящий шок. Оказалось, что весь материал был в браке. Мы снимали на советской, естественно, пленке Шурсинского и Казанского химкомбината. Но этой пленки не хватило. И нам прислали казанскую пленку, которая совершенно не была опробирована. А в то время были эмульсии от эмульсии. Эмульсы очень отличались. И когда мы увидели это изображение, у меня чуть не хватило кондрашка, потому что нам прислали, наверное, не в том смысле, что казанская фабрика, а в том, что студия посчитали, что телевизионному фильму можно это не широкий экран, можно присылать все, что угодно. И прислали такую пленку, где кроме синей, зелени и красных лиц ничего не было. Над пленкой пришлось немало потрудиться, но фильм нужно было спасать. А потому в ход шли все средства. Мы занимались даже тем, что у нас был краскопульт, мы разводили там серебрянку и брызгали траву, деревья, для того, чтобы они были приличнее цвета, потому что такая пленка, которая особенно в июне месяце, когда были дожди, там была буйная зелень, она ее очень плохо передавала. Чудом материал удалось спасти. А в этом случае на киностудии Довженко и по сей день ходят легенды, как оператор-зимовед фильм спас. Живой я! Бумбараж я! Бумбараж! Не признаете? Но одно дело снять картину, а совсем другое поставить в эфир, чтобы зрители увидели детище большой команды. Фильм снимался для телевидения, и требования к нему предъявлялись повышенные. Когда мы посмотрели, что получается, то было очевидно, что проскочить на телевидение у него шансов чрезвычайно мало. Но, как часто бывало в те годы, спасли ситуацию хитрости расчетов. В случае с Бумбаражем главный редактор объединения экран Стелла Жданова, полюбившая фильм, решила довести его до эфира. И стала раскладывать какой-то пассиенс. И сказала, вот показывать его, там, скажем, 5 ноября рано, потому что еще такой-то, такой-то член полетбюро еще не уйдет в отпуск. А в это будет поздно, потому что вот такой-то член полетбюро уже придет из отпуска, а они этой картины не пропустят. И она нашла два дня и вставила заранее этот фильм в эти два дня, когда никаких вот таких самых зубодробительных членов полетбюро, которые бы совершили бы над нами казнь, на работе в этот момент не было. Так фильм и попал в эфирную сетку. А на следующий день после премьерного показа начальство поняло, что это хит. Но несмотря на многочисленные просьбы аудитории, Бумбараж повторяли нечасто. Телевизионное руководство еще долго смущало пацифистское настроение картины, да и сам Бумбараж никаким героем не был. Может быть, еще и поэтому зрители особенно полюбили этот персонаж и эту историю. Ну, поэтому он и живет. Поэтому он и живет, что он про человеческие судьбы, про отношения. И когда действительно человек белое-зеленое, золотопогонное, а голова у всех одна. А в фильме очень сильна именно вот эта атмосфера этого жития человеческого. Ходят кони над рекой. Понимаете? Там и когда мне говорят, невнимательные зрители могут сказать, что какой-то забубенный, там, лихой, задорный русский хоратин, ничего там подобного нет. Там есть почему и смотрят его столько поколений. Потому что там есть какая-то очень глубокая глубина. лихая. лихая лихая Субтитры создавал DimaTorzok